Здравствуйте! Репортеры программы Республики и я, Ольга Алексеева, главным в Чебоксарах, Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Знания через опыт превращаются в навык. Августовская конференция в преддверии 1 сентября. Образовательные ноу-хау и можно ли гладиолусами выложить дорогу в светлое будущее. Камера, КАМАЗ, дорога. Странная последовательность или сила слова? Как журналисты Республики вдруг починили проезжую часть в деревне и почему подрядчик перепутал все даты? Можно ли прыгнуть выше головы или убежать за горизонт? Как отметить день физкультурника и не превратиться в спортсмена? Путевка в жизнь для каждого ребенка. Именно так называлась пленарная часть Республиканской августовской педагогической конференции. Каждый год учителя собираются вместе и обсуждают, как сделать образование лучше, что предпринять, чтобы дети хотели учиться и можно ли научить это делать. Может ли школа ответить на своевременные вызовы и может ли этот ответ удовлетворить тех, кто до сих пор верит только знаниям из бумажных книг и не доверяет их электронным аналогам? Здравствуйте, Олег Алексеевич. Всего один вопросик. Какое вам первое сентября в жизни в детстве запомнилось больше всего? Конечно, когда пошел в первый класс. Первое сентября в первом классе, наверное, помнит каждый ребенок. И несмотря на праздничную атмосферу того дня, он для каждого, по сути, и есть первый шаг в большую жизнь. С коллективом, новыми вызовами, проблемами и задачами. Только так, пусть и с букетом гладиолусов в руках. И как маленький еще ребенок шагнет в эту большую жизнь, зависит от того, как его встретят взрослые, в какой школе он окажется и как, заявляют психологи, все здесь может иметь значение. Вплоть до цвета стен в первом кабинете маленького большого человека. Мы с вами запустили в этом году и активно реализовываем капитальный ремонт образовательных учреждений, которые имеют износ 50 и более процентов. И в ходе этой работы мы изначально договорились, что мы с вами ремонтируем не просто стены. Мы с вами не просто ставим новые окна и перекрываем крыши, а мы с вами создаем совершенно иную образовательную свету, основанную на современных технологиях и на современных программах, направленную на вооружение наших детей нужными и необходимыми знаниями. Знать наизусть таблицу умножения важно, но еще важнее понимать, что и на что умножать, что складывать, а что вычитать. И ставшее едва ли не философским делить на два – это тоже из школы, и это тоже талант. Важно его заметить, развить и проложить этому дарованию русло. От школы до защиты докторской – это не просто тренд, задача поставленная президентом. Вот и сегодня студенты техникума коммерции и питания готовятся к международному чемпионату WorldSkills. Сынно готовится к чемпионату в Уфе. Надеемся, что достойно представит нашу вашу республику. Когда вы будете выступать? 23 или 24 августа. В августе. Скоро уже. Но чтобы понять, чем ребенок хочет заниматься дальше, он должен иметь возможность попробовать. И речь не про маргинальный подход. Попробовать все. Как раз все пробовать и не нужно. В гимназии номер 5 Чебоксар ученики в лабораториях не учатся, а узнают, что такое интересно и что такое не очень. Дети, первое, что делают, они отрабатывают навык. Навык в практических лабораториях, на школьном заводе они шьют, они моделируют, они познают сначала дело, ремесло и потом уже идут к учебнику. Похвастаться своими возможностями могут и сельские школы. Это не только современные условия образования. Это принципиально новый подход к академической педагогике. Мы вошли в том году в федеральный проект «Точки роста». И на сегодня у нас имеются два таких класса, где оборудование, самое современное оборудование. Мы сегодня можем говорить о 3D-принтерах. Мы говорим, наши ребята пользуются виртуальным шлемом, квадрокоптерами, интерактивными досками. Гордостью вашей школьники-победители и призеры всероссийских олимпиад. Таких 20. Учителя и родители зачастую спорят, кто должен воспитывать – школа или семья. Здесь обоюдная ответственность. И, как признаются профессиональные педагоги, в этом процессе есть и третий участник. Если говорить о сугубо профессиональных компетенциях, то с этим дело не так уж и плохо. Надо сказать, что большинство выпускников удовлетворяет требованиям рододатодателей, но проблемы с так называемым soft skills – это надпрофессиональные навыки, коммуникация, работа в команде и с уровнем начитанности, что ли. И единственный способ – это книга, дружба с ней. Вот вопрос очень сложный, который стоит сегодня перед школой в первую очередь, перед семьей. Знания через опыт превращаются в навык. Формула из академической педагогики. И в этой цепочке, несмотря на запрос общества, очень важно не допустить сбоя. И вот в этом свете роль учителя становится без преувеличения фундаментальной. Знания уже не просто сила. Это несокрушимая мощь всего государства и цивилизации в целом. Вадим Муравьев, Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. На сегодняшний день в Чувашии более 30 тысяч человек переболели новой коронавирусной инфекцией. Из них 27,5 тысяч смогли справиться с ковидом. Распространение инфекции удается сдерживать. Ситуация остается стабильно напряженной. Причем стабильность не просто хрупкая, но очень шаткая. Мы, к сожалению, идем по пути пока раскрытия новых коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Количество людей, которые находятся на стационаре, соответственно увеличивается. Тяжелая эпидобстановка в Алатарском, Шимуршинском, Батыревском, Гомсомольском районах. Особенно в Алатаре и Канаше. Жители этих районов вакцинироваться не спешат. По всей республике сделали прививку более трети взрослого населения. Из практически 248 тысяч старшего населения мы должны привить, это 90% всего старшего населения. И на сегодняшний момент мы привили только 92 242 человека, что соответствует 33,4% Чувашской республики. На территории Чувашии 56 стационарных и 13 мобильных прививочных пунктов. Работают каждый день, без выходных и праздников. Только массовый иммунитет позволит победить коронавирус. Сейчас об этом говорить рано. В республике за последние 8 недель отмечается рост заболеваемости, еженедельный рост заболеваемости. На текущей неделе зарегистрировано от 70 до 79 новых случаев заболеваний в день. За прошедшие 5 суток и на предыдущей неделе наметилось замедление темпов прироста заболеваемости. Итоги заседания оперативного штаба подвел глава Чувашской республики. Вынужденным решением стало на следующей неделе запретить проведение массовых мероприятий, ограничить работу мест общественного питания до 9 часов вечера в трех муниципальных образованиях – Алатари, Порецком и Алатарском районах. Екатерина Никитко, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. 60 километров дорог Чуваши регионального и местного значения отремонтируют в следующем году. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи главы региона Олега Николаева с министром транспорта страны Виталием Савельевым в Москве. Работы планируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его реализация в Чуваши идет опережающими темпами. Финансирование порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей, что позволит отремонтировать свыше 110 километров автодорог. Кроме этого, на двусторонней встрече в столице обсудили планы реконструкции аэропорта, строительство трассы М-12 и третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое свяжет между собой три района города и поможет избавиться от пробок в центре и на вылетных магистралях в часы пик. В целом, работа достаточно сложная, требующая серьезных консультаций специалистов. Но самое главное, есть общее понимание, что все вопросы очень важны, прежде всего, для развития Чувашской республики. Ну и, конечно же, лежат в плоскости задачи, которые обозначены президентом с точки зрения создания комфортных и современных условий жизни населения. И смотрите сегодня, сразу после нашего эфира, эксклюзивное интервью главы Чуваши Олега Николаева. Глава республики как никогда откровенно расскажет о самом личном. Я тоже деревенский ребенок. И о том, что волнует каждого. Мы выделили из республиканского бюджета 200 миллионов. Кому достанутся эти деньги? Каждый день мы работаем по этому вопросу. И кому теперь придется ответить за каждый рубль? Потому что в прошлом году были другие цифры. Что будет с экономикой всего региона и с доходами жителей? Есть проблемные вопросы. Честно, откровенно, по делу. О самом важном. Эксклюзивное интервью главы Чувашской республики Олега Николаева, Глазете Хабар и Национальному телевидению Чувашии. Сегодня, сразу после вечернего выпуска информационной программы «Республика». Названные сроки вполне реальные. Готовить специалистов в IT-отрасли будут, начиная с детского сада. Такое заявление сделала министр цифрового развития и массовых коммуникаций Чувашии на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция-21», который проходит сегодня в Калуге. На форуме собрались руководители IT-компаний и отраслевых сообществ, депутаты Нижней палаты российского парламента и региональные министры, отвечающие за цифровизацию. Чувашия представила свои проекты. Руководитель Минцифры Чувашии рассказала о планах и перспективах отрасли в регионе. Сейчас наша главная задача – это все те наработки, которые мы упомянули и указали в стратегии цифровой трансформации, воплотить в самое ближайшее время, это перспективы трехлетнего периода, определить быстрые победы, среднесрочные и долгосрочные приоритеты, которые мы начнем реализовываться в наших отраслях экономики и социальной сферы. Первый из девяти. Сегодня в Чебоксарах открылся новый детский сад на 110 мест. Солнечный зайчик для жителей микрорайона стал лучиком света в многолетней очереди и настоящим подарком ко дню города. Он стал вторым корпусом детского сада номер 210, который находится неподалеку. Во время открытия солнечного зайчика в микрорайоне Солнечный пошел дождь. Стала быть, хорошая примета. Новый детский сад, новые возможности всестороннего развития детей и большие перспективы в будущем. Например, эти юные художники вместо кистей используют руки, одновременно развивая моторику и творческое воображение. Им очень интересно создавать такие картины. Это хаотичная картина. Они создают сами рисунок. Что видят они в природе, как видят они мир, позволяет этот метод очень легко показать свои способности. Большое внимание в детском саду уделят изучению чувашского языка. Для этого разработано специальное пособие. Ача-сачи. Детский сад. Наш так хорош, лучше сада не найдешь. Не найдешь и таких игрушек, которые ребята здесь делают своими руками. Одновременно изучают культуру и традиции чувашского народа. Они сейчас делают куклу-оберег, который будет их защищать от болезней. Да, девочки? Да. Вот такая маленькая куколка, сделанная своими руками, она считалась оберегом. В доме оберегала дом от злых духов, а хозяина защищала от разных болезней, приносила удачу. Что главное нужно отметить? Что этот детский сад уже сориентирован на малышей. И группы, которые здесь открываются, это уже возраст с полутора до трех лет. Плюс, конечно, понравилась душевность. Очень понравилось сохранить традицию. И все же открытию детского сада больше всего рады родители. Нам очень понравилось, что в этом районе, именно рядом с нашим домом, открылся садик. Что мы сюда попали. Потому что мы ждали очень долгой очереди. Все наши сверстники уже ходят. 210-й, первый корпус садик, а мы еще не попали. Вот теперь мы попали официально в садик. Мы очень рады этому. У меня идет дочка. Второй ребенок, Полина. Два года нам. Очень довольна. Тоже нравится ей. Она уже все игрушки потрогала, везде все. Покаталась, поиграла, побегала. Всего до конца этого года в регионе возведут 9 новых детских садов. Они строятся в рамках государственной программы развития образования. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Легитимность, прозрачность и безопасность – это главные условия избирательной кампании 2021 года. Сентябрьские выборы пройдут под строгим контролем Роспотребнадзора и общественной палаты. Театр оперы и балета на три дня станет центром общественного наблюдения. Следить за процессом голосования на специальных экранах смогут представители кандидатов, партии, наблюдатели и журналисты. Видеостена будет транслировать актуальные данные со всех избирательных участков. Стена, на которой будем получать сразу информацию, просматривать, да, и это будет именно с участков, с разных участков. На избирательных участках будут соблюдены все противоэпидемические меры. Там будут маски, перчатки, индивидуальные ручки, антисептики для обработки рук и поверхностей. Роспотребнадзор рекомендовал организовать два входа и координировать потоки людей. А записи с избирательных участков будут доступны политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, а также по заявке другим участникам избирательного процесса. Полицейские посты, перекрытые дороги и пункты санобработки. Никто не выйдет и не войдет непроверенным. В Маргаушском районе начал действовать ряд карантинных ограничений в связи с возможной вспышкой африканской чумы свиней. Досматривают и обрабатывают проезжающие машины, проверяют, не переводят ли в них мясо, в том числе подвергшееся термической обработке, то есть приготовленное любым способом. Номера авто записывают в специальный журнал. Охотников попросили выйти в леса и помочь сократить поголовье диких кабанов, основных разносчиков инфекции. Выбран участок, он был заранее определён для сжигания трупов кабанов, добытых в угрожайной зоне, а также изъятых от журналов у населения, которые попадают в зону в угрожайную зону. Идут подготовительные работы, вырыт котлован с требованием ветеринарных правил для захоронения зольного остатка. В дальнейшем на этом участке сделают курган, поставят ограждение и выставят аншлаги. Об асфальте и не мечтали. В деревне Малые Кубасы Маргаушского района строится долгожданная грунтовка. Правда, сроки сдачи объекта давно прошли. Репортер Екатерина Шиверова решила выяснить, почему стройку даже не начинали. А оказалось, что ждали нашу съёмочную группу. Без журналистов никак. Работа кипит, красота ремонтирует дорогу. Песок и щебёнка – всё лучше, чем лужи и грязь под ногами. Кто-то может и позавидовать жителям деревни Кубасы. Если бы вы не приехали дорогу, вы не сделали. Никому не нужна была бы эта дорога. Вот только начали бегать. Начали сегодня машины приезжать. Контракт с подрядчиком был подписан ещё 11 мая. Срок сдачи – 15 июля. Люди ждали и получили. Кучу песка. За день до завершения работ. Недовольные устроили сход. Дату сдачи подрядчик самостоятельно перенёс на 10 августа. Но и это число оказалось неокончательным. В связи с тем, что он строительство, ремонт не начал, мы направили претензионное письмо. Я держу на контроле строительство этой дороги. Сегодня пригласил подрядчика. Работа начата не вовремя. Я с этим полностью согласен. Так как в связи с резким увеличением цен на инертные материалы, в том числе щебень и песок, данная смета стала нам не совсем рентабельна и неактуальна. Но несмотря на это, мы решили не расторгнуть контракт и доделать эту дорогу. Всю задержку по инвестиционному контракту я беру на себя. То есть я за это отвечаю. Местный активист Артур Лаптев обратился за помощью в нашу редакцию. С появлением съёмочной группы «Республики» на дороге неожиданно появились и КАМАЗы с щебнем. С начала съёмки закипела и работа по укатке дороги. Видимо, чудесное совпадение. Артур Лаптев теперь сомневается в качестве сделанного наспех. Я сам лично хочу тоже привлечь независимую экспертизу, оплатить и привлечь туда независимую экспертизу, чтобы действительно проверили. Нам же дорога нужна на будущее для своих детей, для внуков. В деревне около 40 домов. С каждого собрали почти по 2000 рублей, чтобы вступить в госпрограмму инициативное бюджетирование и починить, наконец, дорогу. Всего отремонтировать нужно 800 метров полотна. Денег хватило только наполовину. Без внимания оказался самый проблемный участок. Вот грязь. Даже в сапогах только можно пройти, а так нет. Когда дождь. После дождя. Две недели стоит тут лыжа такая большая. Невозможно даже пройти. А мне по работе бегать надо туда-сюда. Я тоже постоянно хожу на дороге. Заместитель главы администрации Маргаушского района утверждает, все будет, но только после того, как решат другую задачу. На данный момент сельским поселением разрабатывается проект по капитальному ремонту водопроводных сетей по данному населенному пункту. И чтобы деньги потом, в последующем, не закапывают, у них было принято решение, что они в первую очередь переведут водопровод, заменят через этот переезд, и после этого уже благоустроят данный переезд. Сегодня здесь работают 6 единиц техники. Каток, укладчик, грейдер, 3 самосвала, погрузчик и двое рабочих, которых наняли за день до нашего приезда. Теперь срок сдачи объекта 20 августа. Съемочная группа к выезду готова. Екатерина Шеверова, Алина Сусметова, Сергей Емельянов, Павел Редков, Республика, Маргаушский район. Ежегодно из мест лишения свободы по всей стране освобождается порядка 500 тысяч человек. Если представить, то это население такого города, как Чебоксары. Первая часть жизни у этих людей украл, сел одинаковая. Вторая – разная. Какой она будет, вернутся они к нормальной жизни или опять за решетку, во многом определяется в колонии. В исправительном учреждении номер 2 в Алатари открылся реабилитационный центр «Аврора». Он помогает женщинам, у которых заканчивается срок, адаптироваться к свободной жизни. Репортура Республики Татьяна Молкова продолжит. Как заря начинает день, так и новая жизнь. У этих женщин начинается с «Авроры». В этом центре условия отличаются от жизни в отряде. Казарменного типа. Спортзал, комната отдыха, кухня. Даже кровати здесь 10, а не 45. Ирина Дельнова в колонии 2 года. Срок заключения заканчивается в 23-м. Но она рассчитывает на условно-досрочное освобождение. На свободе. С мамой и любимым человеком. Планы самые женские. Выйти замуж и стать мамой. Никогда не можешь остаться. А здесь есть такая возможность побыть на единении с собой. Собраться со своими мыслями. Даже отдохнуть здесь получается. А в отряде, где 45 человек, ну это минимум 45 человек, я вам озвучиваю, этого сделать невозможно даже элементарно книгу почитать. Вот. Здесь работают психологи с нами. Ирина и все находящиеся здесь женщины отмечают, что стало больше личной свободы. Хочешь книгу почитаешь, хочешь спортом занимаешься. Сам выбираешь, что делать в свободное время. Пока мне на свободу еще далеко. Но сейчас там ближайшая у меня колония поселение. Там работа уже в зависимости от самой колонии. Потом принудительная работа, исправительная работа. Это все те пункты, где мне не придется самой принимать решение. А по поводу работы мне будет трудоустраивать. Нет альтернативы свободе. Поэтому, как бы, какие бы сложные вопросы не приходилось решать самостоятельно. Ни на что не стоит менять свою свободу. Только свободы у них были и будут очень разными. Для многих, прошедших через такое вот воспитание по приговору суда, даже привычные для любой женщины вещи, кажется, чем-то из несуществующего, другого мира. Мира по ту сторону колючей проволоки. Человек, когда освобождается, чаще всего он растерян. То есть люди привыкли считать, да, и общество, что какими-то агрессивными людьми освобождаются из мест заключения. Но на самом деле это не так. Чаще всего это растерянность и так называемая вынужденная беспомощность. Вы довольны тем, что получилось? Как по-вашему? Тут нельзя быть недовольной. И на самом деле, да, условия, понятно, что они больше важны не для меня, они важны для женщин, которые будут здесь отбывать наказание. А мне лично очень приятно, что очень многое здесь было сделано руками самих осужденных. Это рисунки на стене, да, допустим, очень красивые. Вот, я знаю, что также, как бы, они принимали участие в косметическом ремонте. В АллатРе отбывают наказание порядка 380 осужденных, которые в первый раз приступили закон. И главная задача таких центров, чтобы эти женщины, получив свободу, никогда не услышали вслед, как принято только здесь, осужденное, с ударением именно на У. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика АллатР. На портале городских референдумов «Открытый город» завершилось голосование за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Чебоксары». Его присваивают в дань признательности и уважения за вклад в развитие города, инициативу и энтузиазм, творческое и бескорыстное служение родным Чебоксарам. По результатам голосования в этом году звание получили два человека. Ираида Палбенникова, бывший директор лицея номер 3 «Чебоксар», и Геннадий Федоров, главный федеральный инспектор Почувашской Республики, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса, кандидат философских наук. Будем награждать в течение года еще много людей. Много людей, которые активно участвовали и участвуют в процессе празднования, в процессе создания отдельных объектов. Мы планируем в декабре, уже в декабре, реализовать первый этап создания монумента или стелы, который должен появиться у каждого города, который носит почетное звание «Город трудовой доблести». Добавлю, открытие стелы состоится уже в декабре. Территорию вокруг монумента благоустроят весной 22-го. Во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. В преддверии наши репортеры встретились с удивительной спортсменкой, заслуженным тренером России Светланой Морозовой. Ее коронная дисциплина – прыжки в высоту. И кому как не ей задавать вопрос, можно ли все-таки прыгнуть выше головы. Светлана Николаевна уже 18 лет работает тренером легкой атлетики. О работе в школе Олимпийского резерва она и не мечтала. После окончания спортивной карьеры пришла в родную спортшколу заниматься физзарядкой. После этого все и закрутилось. Вернее, побежала и запрыгала. Мне очень нравится, что ко мне попадают способные одаренные дети. Бог дает таких детей. Я вижу отдачу, фанатизм. Они пропитаны буквально фанатизмом до мозга костей. Мне очень здорово с ними работать. Нравится, очень приятно с такими спортсменами иметь дело. У них цели высокие. Сын Светлана, Сергей, решил, что называется, обскакать свою маму. Только он в прямом смысле слова. У меня мама тренер. С самого детства, получается, я присутствовал практически на большинстве тренировок. Видел, как ребята занимаются, тренируются. Ну и вот, как-то само собой так получилось. Потому что я пришел уже в профессиональный спорт. Тренируюсь так же, как все, можно сказать. Ну, в зависимости от физической подготовки, как бы, к каждому относится по-разному в плане нагрузок. А так, в целом, все одинаково, все так же. С воспитанниками она строга и требовательна. Дотошно следит за каждым движением тела. Техника, помноженная на талант спортсмена, возведенная в степени ответственности перед любимым тренером, городом, республикой и страной. С ней всегда легко получается достигать целей, понимающий. Это в первую очередь для спортсменов очень важно, чтобы тренер понимал нас, чувствовал. И с ней приходится сворачивать горы. Не то, что даже приходится, а получается сворачивать горы. Их горы – это стометровки беговых дорожек, которые складываются в тысячи километров. Десятки барьеров, которые нужно взять и которые не должны превратиться в неприступные стены. Ева Крутого, Юлия Адюкова, Наталья Гордеева, Бахтияр Велиев. Республика. И сегодня же спортсменов с их профессиональным праздником поздравил глава региона. Он пожелал душевного равновесия, позитивного настроя и нацеленности на результат. В свою очередь спортсмены пообещали не просто идти к поставленной цели, а ставить себе задачи, которые на первый взгляд могут показаться абсолютно невыполнимыми. Только так, учитывая современные скорости, можно добиваться не только успеха, но и признания. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова